Вёрстка синхронной лайфы. С терминологией телевизионщиков хорошо знакомы ребята из школьного объединения юных журналистов. В студии занимается более 20 подростков от 12 лет и старше. Они изучают такие профессии, как корреспондент, оператор, видеомонтажёр и фотограф. Добрый день, в эфире новости первой. Этот выпуск приведем для вас мы, Кирилл и Арина. В пятницу в объединении школьное телевидение прошло занятие по теме новости. Обобщили знания о работе над информационным сюжетом. У будущих телевизионщиков занятия проходят два раза в неделю. Они бурно обсуждают написанные материалы, темы будущих сюжетов. Кроме того, ребята активно ведут социальные сети, куда и выкладывают плоды своего труда. Наставник крупным – новости первой. Это два проекта, которые реализуются в рамках инициативы. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в 2023 году в номинации «Духовность и культура». На полученные средства руководитель проекта Дамира Чубатая приобрела всё необходимое для реализации инициативы – камеру, штатив, петлички, ноутбук и баннер. Также юные журналисты приходят в гости к старшим коллегам. Когда начинается эфир, всё закрывается. Почему? Потому что там должен быть идеальный звук. Мы общаемся, уши вставляем, у него ухо, у нас, и мы общаемся. Слышишь меня? Первое место на телевидении, которое желает увидеть каждый любознательный ребёнок – это студия, где снимаются выпуски новостей и телепередач. Конечно, юные гости ТРК «Лангипас» не стали исключением. Все желающие смогли оказаться в кресле ведущего и прочесть фрагмент текста на камеру, а затем увидеть себя в кадре. Школьное телевидение в нашей школе было создано в рамках проекта «Наставник крупным планом». Мы в 2023 году участвовали в конкурсе социальных и культурных проектов по «Аллу Койл». И были отмечены тем, что мы выиграли грант. На деньги этого гранта нам приобрели технические средства для съёмки, для монтажа, ноутбук и так далее. Телевизионщики всегда рады делиться своими знаниями, чтобы ещё в школьные годы ребята могли точно определиться с выбором профессии. Ведь она не просто интересная, но и творческая. Алина Нощенко, Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. События.